Мои Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостью будь ко мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитвы Пречистой Твоей Матери и Всех Святых. Помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Сыне Небесное, утешите Твои Души Истинные. Живи с детства и вся исполняя источник благоподателей жизни. Приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверности. И спаси благой Души нашей. Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный. Помилуй нас. Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный. Помилуй нас. Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святой Боже, Святой Боже, Святой Бессмертный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твое на земле, как на небе хлеб наш, насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем, возникаем наши. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавок. В восстанках после сна мы преподаем к стопам Твоим благи. Я в девскую песню возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят ты, Боже, молитву Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна ты поднял меня, Господи. Умой, просвети сердце, открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И в ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Внезапно придется удеять, и деяния каждого обнаружится со страшным воскрепни в полность. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков дни. Став после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивый и грешный, не прекратил жизни моей с эти беззакония моих, но оказал мне обычное Твою человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы поднести Тебе утреннюю молитву, прославят мое мычество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться и Слово Твое, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою старое, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, и воспевать Святейшее имя Твое, оса и Сына и Святого Духа, в ней навсегда и во веки веков дни. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припойдем к Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припойдем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Тебе, Боже, принадлежит хвала на сегодня, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня, Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы Он жил во дворах Твоих. Насытимся благами Дома Твоего, Святого Храма Твоего, страшных правосудий. Услышь наш Божий, Спаситель наш, упование всех концов земли, находящихся в море далеко, остаивших горы силой Своей, припоясанным могуществом, вращающих шум морей, шум волн, их, и метешь народов, и убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и век разбудешь слави Твоей. Ты посещаешь же землю, и утоляешь жажду ее, обидно обогащаешь ее. Потоп Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Наполняешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее. Венчаешь лето благости Твоей, и стызи Твои источают туг. Источают на пустынные пажики и холмы, припоясываются радостью. Луга одевается стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Воскликните Богу вся земля, поете славу имени Его, Воздайте славу, хвалу Ему, скажите Богу, Как страшен ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет имени Твоему Вышний. Придите и возрите на дела Бога страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами. Там веселились мы о Нем, могущество в своем влажническом витон вечном. Очи Его зрят на народе, да не возносятся медвежники. Благословите на роде Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил в душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляет серебро. Ты ввел нас всех, положил оковы на чресла наше, посадил человека на голову нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями. Воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои, и изрек язык мой скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе с воспырением тука обнов, принесу в жертву волок и козлов. Придите, послушайте все боящиеся Бога. Я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я возвал к Нему устами моими и привознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял в глаз умоление моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освяти нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой. Во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже. Да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена. Ибо Ты судишь народы правильно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже. Да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой. Да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог. И да убоятся Его все пределы земли. Слава Суде Сыну и Святому Духу. И мира всегда и вовеки веков они. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергайся суждения, открыть мои недостойные уста, и восхвалить Святое Имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа, мир и всегда, и ловить и веков на них. Восстав, восстаная, посреди ночи, приношу Тебе песни, спасет, и припадая к стопам Твоего, и называю Тебе, не дай мне уснуть грехов на смерть, и но сжался надо мной, добровольно распявшись. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный безгрешный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколючий, встал после сна, я спешу к Тебе и по милосернию, и Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, и от дьявольского искушения, и спаси меня, великое садство Твое вечное, ибо Ты мне творец всякого благоисточника и подателя. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильню Твоей благости и по великому Твоему благосердию, Ты дал мне работу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня, преследи Твою истинность, просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы бесплодных всякой плоти на небесных высотах живущей, озирающей долы земные, наблюдающей сердца и помыслы, ясно ведущей тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего хворит Тебе из нечистых уст. Прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольной и невольной, очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здесь и земной жизни и в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя для нашего Иисуса Христа, когда общий Судья придет со славой для каждого по делам Его, да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный черток славы Его, и непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечной, аминь. Святый ангел, поставленный блестимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, я не ступи от меня за него и держу, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела, возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи ее на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и похоронитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во всей дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения уральского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. Молись за меня ко Господу, чтобы Он украбил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милести. Пресвятая Владычица моя Благородица, святыми Твоими чесильными мольбами отгонять меня ничтожного, несчастного, арабатывая его уныния, забвения, неразумения и ненадения, удалив все скверные лукавые хуйни помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламя и страстей моих, чтобы они в числа и избахни от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты, благословенный всех родов, и Твое предчестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатия, Роман, Сергий, Елена, и мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная, Мария, Господь, с Тобой, благословен Ты между женами, благословен Площик Рео Твоего, ибо Ты родила Спасителя души нашей. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая пославным христианам побеждать врагов, сохраняя силы и креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй самого духовного Моя, Игнатия, Батюха, Родители Мои, Братья, сестер, родственников, начальников, благодетелей, и всех ближних Моих, и друзей, и всех православных христианам подай им Твои земные и небесные блага, и не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи, и силою Твоей дару им здравия и спасения души, и как ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей и родственников, благодетелей, и всех православных христиан. Прости им все их грехи, вольные и невольные, и дару им садское небесное со святыми и покой Христе, души рабов Твоих, прадцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, ни жизни бесконечной. Воистине достойно прославляй Тебя Бог Богородицу, всегда блаженную и непорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем хирургимой, и несравненно славнейшую между сиротимой. Слава Отцу и Сынему, Святому Духу, и ныне всегда и вольнике веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва на причистой Твоей Матери, преподобных богоносцев отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Написано, смолитесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Высшему Богу на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, Спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, Моли Бога о мне грешем. Добрый мой ангел, Благодарю Тебя и за эту ночь. Столько лет Ты хранил душу мою, Защищая, избавляя от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинешь смертный час, когда душа будет раздушаться от тела, И проведи душу мою по мытарствам, И введею навеки вечно Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. И дай добрых ходатая по душе моей. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христу, Моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, Быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать и никому не завидовать. Прославляет Твое святое имя и дела Твои. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, Образ скротости воздержания, Добрый архипастырь, Моли Бога о нас. Молите Бога о нас. Святые пророки Божии, Илья, Илисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иоавен, Нои, Иосиф, Патриархи, Едрани, Емми, Амус, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Изеки, Иресия, Иаиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрок и пророк Михей. Авраам, Исаак, Иаков, Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою, Дабы день прихода Твоего нашего отшествия Не застал нас не готовыми. Но чтобы мы вышли навстречу Тебе, Господи, С горящими светильниками истинной веры И сосудами полными или добрых дел, Соделанных Духи Святом с любовью, Аллилуйя, Малеки Бога о нас святые, Ангелы и Архангелы, И Херувимы, и Серафимы, Всенебесные силы, Престолу Божию предстоящие, Святые апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, Да укрепит нас Господь И дарует жажду исследовать Священное Писание, Ибо через них мы думаем Весь жизнь вечную, Они свидетельствуют о Тебе, Чтобы не страшиться старее начальствующих И не участвовать в бесплодных делах тьмы, Но и обречать. Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Павликармус, Минский, Устин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стротилат и Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анфирский, Анфимний, Комедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Укрепи народ, Твой Господи, Дабы никто не принял Начертание зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, Дай веру, Старше родителей за ложное воспитание, Аллилуйя, Молите Бога о нас, Святые Отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Анастей Великий, Икрем Сирин, Антони, Макарий, Макарий, Антони, Феодосий, Корнилий, Иосиф Сергий, Радонинский, Степан Пермский, Серафим Сарубский, Ян Тобольский, Ян Кронштадт, Ян Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, И все перевозчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да укрепит нас Господь в святой православной вере, А замысли еретиков Развеи, Вечто преврати, Как предтечи Антихристовых, Аллилуйя, Молите Бога о нас, Святые Жены и Девы, Фехла первомущенца, Сапатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер, София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила, Акила, Андроника, Юня, Киприяна, Устина, Да дарует Господь послушание и молчание, Самомудрие и стыдливость женам и Девам, И сохрани их, Господи, От всяческого поругания, А нас, Помилуй, Милости, Твоя ради исправки Непокорилась, Галина, Семейство Евгения, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раиса, Лариса, Марина, Юлия, Елена, Людмила, Галина, Галина и Иоанна, Нас, Помилуй, Милости, Твоя ради, Спаси, Господи, Помилуй, Митарафолита, Илариона, Епископы Тихии, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Ирия, Анна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Засимолития, Андрея, Владимир, Максима, Дьяконок, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Карлили, Александра, Диодора, И весь священник, Чискино, Чискичин, И наявляющий священник, Асиувода, Тебе смири власти и воинств Твоих, Но веди страх Твоих на них, И через них сотвори благое от церкви Твоей, И сохрани их от покушения на их Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, И где война идет, И научи нас сиди-то мирное время, И приготовь, Господь, эту землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную и пословию пророков Твоих за отступление от Тебя. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил, и разум сохранил, дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобой, и до сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Слава Тебе, Боже наш, и сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, 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 Алексея, Иосифа, Романа, Михаила, и пошли добрых жителей, знающих и любящих уставы твоих, здесь не сохрани школу, спаси и помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадовик, Виктор, Сергей, Севастьяна, Людмилу, Нинары, Рашид, пределы общего, наденовые души, спаси и помилуй, Дмитрия, Марину, Чадовик, Валентину, Ксению, Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, Слександра, Отступников Николая, Михаила, Александра, Найди, Обрати нас так, Аллилуйя, Путешествующих, Раиса, Льва, Тарасия, Спаси и помилуй, И всех, с кем мы познакомились, Ты знаешь, Что потребна ей душе, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Спаси и помилуй, Каила, Нина, Анна, Георгия, Юрия, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Возри на угрозы врагов, На их лживости, Закрой их уста, И в судный день не помяни их безумия, Обрати их, Дай им страх Твой, Святой, Благослови благодетели наших заботящихся нас, Елену, Анастасию, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Алилуйя, Посети болящих, Дай силу им все перенести, И пошли мы с селения Сергея, Алексея, Алексея, Анну, Александру, Фаину, Карину, Марину, Валентину, Валентину, Антонина, Игоря, И нас помилуй, Милости Твоя, Радина, И приготовь наш выезд, И все необходимое для этого, Спаси нас, Господи, Помилуй, Аллилуйя, Благодарю Тебя, За радости, Даруемые Тобой, За печали, За друзей, За врагов, За здоровье, За болезни, За все, И во всем свое время будет на пользу, Аллилуйя, Путешествующих по сети, Надеющихся на Тебя, Болящих, Убиваемых детей Твоих, Пытаемых, За слово истины, Укрепи их, И откроем двери райские, Прими их в обители вечные, И нас помилуй, Милости Твоей, Я, Ради, Аллилуйя, Наде все наше расстой, Докие, Валентина, Ирину, Татьяну, Марфунину, Орган, Елену, Марии, Татьяну, И это наше сокровище, Сайты, Форму, Что здесь есть, И трудящиеся на нем, Игорь, 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 Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Обратите, Мафея, Тимофея, Мартилина, Александра, Герман, Светлана, Гарда, И сохрани наше сокровище книги, Здесь и в пути, Для пользы многих, Для обращения и спасения людей, Аллилуйя, Господи, Боже наш, Слава Тебе, Будь милостью к нам, Благослови, И между нами всеми, Да будет всегда мир, Любовь и согласие По слову Твоему, Аллилуйя, Прими нашу молитву, Господи, И возьяни рук, Как жертву вечерней Благолухания, Приятной перед престолом Благодати Твоей, И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе, На земле, Услыши, Господи, Исполни молитву всех, Молящихся о нас, Во благо нам, И прими нашу молитву О всех заповедавших нам, Молиться они, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, Слушайте, Да слышит рад Твой, О, Господи, Исполни молитву, Аминь, Аминь, аминь доброе утро и немножко добавим кое-что дело в том что приближается время нашего расставания и я вам советую занятия возрасти когда мы возвратимся 10 октября возобновить летом занятий вообще в университетах нигде нету надо вовремя знать когда и поворот сделать дверь запереть и молитву точно так же ваша летом кого нет и видите мало а кто а то отошли или не могли за лето надо потрудить и свои группы создавайте как сергей ильин он был здесь там другие были кто-то пытается создать или создали я не знаю так отголоски только идут вот был были того сергея говорит 1 разочаровалась там половина занятий горит только вас обсуждали еще уж обсуждали так ну и что и что из этого обсуждали по правде если на что опыта не перимут примут люди-то обычно как заведу то что у них ничего нет вот и не обращай внимание делай свое дело что ты не такой они не могут просить только не такой вот что ничего нету по моему жить они не будут а их жизнь я знаю я не верующим говорил так если мы были кто-то не знал бога то мы вашу жизнь знаем а вы-то нашу жизнь не знаете и вы ни одного дня не знаете нашей жизни ну вот вы себя так вы нас так жалеете хотите нам счастья ну вот я гружили два брата два ну одинаковые все у них и главное одинаковые погое такие сыновья одного возраста этот над этим все время подтрунивал который неверующий то мы они ребятишки то разные и вот случилось что у не верующий сын погиб паники конца не было он мальчишка хороший был так то ну так вот случилось и он в отчаянии руки на себя накладывают его вытаскивать из петли буквально я жить не хочу почему-то а другой такой же был и машина ехал пьяный шопер девчонки из школы шли он задавил ее но шопер то испугался пьяный был бросил машину и у них там остров был он уплыл туда спрятался его не милиции никто не найдет почему этот хозяин ты девочки это это я его убью взял ружье и ходил искал тут по селу нигде не нашел но почему именно шли они двое задавил ее почему эту нюрку конопатую не задавили моя на на олимпиадах везде первые места занимала красавица такая росла души не чаяли почему не случилось несчастье у верующего сын потерялся а вот теперь большая разница большая большая разница он благодарит и говорит бог дал бог взял моего то не было вещего дитя то не мое было божье а те считали его своим потери то своя было на дальше там все понятно это теперь неверующим пришел утешает он упрямить и любую ситуацию мы можем сегодня дать и она будет находить место в жизни жизни очень и очень разные разнообразно о чем бы ты ни думал ты обязательно где-то увидишь или сам то увидишь или прочитаешь или кто-то тебе расскажет опыт вчера тут она у него день рождения я на день рождения ну даю как заготовка такая что его справлять не надо день рождения то потому что день рождения и расправляла убил пророка златоуз говорит нашего то ничего нету день за днем идет и даст день рождению свечи там зажигают день рождения это приготовься можешь причаститься посещать больных там нуждающимся они так день рождения я буду отдыхать а то сплюсь а наоборот работой что в этот день тебе вспоминался друзья поздравления какие-то ну поздравления то верующие понятно да хранит тебя бог да благословит а у неверующих ничего нету детям ставят бутылку там какого-то нарзана хоть и без алкоголя но чокнитесь ну человек то чокнутый говорит слова то все понятные только сатана то их даже не забуило руль вальта плохо накинул то ее видно через эту власяницу и надо научиться во всем это бить от человек говорит у всех есть опыт ваше главное достояние опыт но вы знаете как поет человек один мои года моего богатства вот моё богатство если ты опыт приобрел то опять же не рассказывает а ну какое богатство то у советую киоск это опередим уже наберет журнал то там голая женщина всякая пакость все есть где-то а другой сзади подошел и смотрит тот-то уже на пенсии седой сгорбатился там плюгавый сморщок-то а вспоминает как он был у тогда то этого не было о сексе разговора не было в советском союзе он по плечу похлопал говорит ну что опоздали мы с тобой куда опоздали то и вот теперь вот такую там такое лекарство дают у меня деду 75 лет и он там знается с такими так как молодой жеребец ну и что и где умер то умер на же прямо на женщине умер сердце то не выдержала а у верующих наоборот он даже один даже возьмите от монахи которые я не за монашество к тому один который-то и баб борется со страстями и побеждает а не это человеке нету только сердце чтобы немножко трепыхалась а теперь-то он все куда выложил там а там же большое напряжение крепость силы нужно как и яков говорит сын крепости силы моей это не просто так как в народе говорят это самосто разгрузить вагон угля это одно совокупление женщины то а верующим ничего не надо он все по-другому видит был сын он отошел я теперь молюсь за него связь не нарушена это бондарев писатель есть такой и тогда обрыв кажется у него писалось в журнале огонек платонов там какой-то у него сын погиб и он мучается и жена мучается и она в слезах все время вспоминает и пустая постель холодная никого дома нету лежат вещи его любимые и она и мимо храма едет и говорит платоша остановись я в храм зайду а он коммунист и она-то неверующая то он посмотрел а зачем остановись а он любил ее остановился она ушла долго нету идет оттуда он смотрит на ее у меня лицо такое радостное чё с тобою маша платоша где я была ой платоша да игорек-то нас живой живой и встреча еще будет да почему же никто не сказала сама плачет это пишет коммунист в кп рэпти после этого стал писатель бондарев фильм ставят вот что что это дает молитва за умерших надежду а поможет не поможет один бог знает надежда встречи неразрывность любви какие же мы счастливые православные то у него но сектанта этого нет он только умер и все его списали пропели там где он у реки там где-то ну все это придумывают где кто ты знаешь ты на реке тебе на реке видел ты его ну как язычники а у православия связь непрерывная церковь понимает две части на небе торжествующие на земле борющиеся страдающие и эти счастья единые и каждый день надо богославить как евреи каждый день благодарит бога что он сотворен мужчина и не женщины вот это тоже надо знать а мы благодарим что мы христиане новое имя дал нам и мало того падЕмем христианина сегодня скрывается много если ведь таких он себя подпишет христианин он не может написать почему потому что и ересей 21000 он должен написать подымем христианина скрываете еретик там и название какие-то какие они у них есть я говорю зачем же все разное-то православие иконы ну ты был у баптистов-то икон не а то еще тебя надо они субботу не исполняют в ότι исполняет ты вполне кто про тебя знает то нет ему не это надо ему надо отрицать душу что а да нету как осипов я тут потом сегодня как раз об осипе вы скажу потому что я вижу там это наши которые недружелюбные люди они составляют мою мою жизнь там что сказал осипов конкретно обо мне не говорит хотя хорошо знает мы по телефону говорили материал ему отсылал у всех одобрил к истинному православию я попутно все это хочу сказать и вот сегодня добавим из такого материала к истинному православию порядок церковный устав церковные дела решать на общем совещании у нас так есть избрание на должности при общем собрании вот я староста община три года остальные там должности какие их на год так решили общим собранием приняли устав и он в отделе юстиции краевой находится порядок во всем особенно при богослужениях так император еретик валент сказал василию великому на праздник богоявления самый шумный беспорядочный ныне везде весь город стекается за святой водой на крещение прямая речь я его себя такого порядка стройности служения не видел вот как и у нас кто бы ни было не сразу это увидит какой порядок под представьте все зашли которые которые опоздали стоят при дворе остальные за 7 минут дается сигнал цветом мигнула все до одного стали заходят храм все никакого движения 7 минут служба начинается богослужения в 5 вечера за 7 минут батюшка в алтаре молится мы здесь чтобы он не сонный был огненное служение было мысленно благодарим за неделю сколько милости оказали полное абсолютное молчание никакого шатания даже крестное знамя не совершаем зашел один раз поклонился все открывается царские врата 1 возраст священника началось богослужение даже вот это сделать 7 минут подготовки не сделать повторяя ни в одном храме по крайней мере как я знаю может не так я тогда покажите где есть по-другому мы не настаиваем на том до до конца нет не ну может где-то там подземелье может там горит где-то в пустыне и есть какой-то как мы считаем смердяков говорил братьев карамазов может быть один или два говорят горе сдвинуться она сдвинется живут на одном пескарике неделю и отдали мы считаем знать нужны членов церкви и спешить на помощь всем без нужды три воскресных дня в продолжении трех седмиц трех недель призревший то есть не ходил храм отлучен три воскрес и воскресенье не был а живет в городе и не был отлучен открывается кавычки если кто епископ или пресвитер или диакон или кто-либо из сопричисленных к лиру или мирянин не имея никакой настоятельной нужды или препятствия которым бы надолго был устранен от своей церкви но пребывая в ограде в три воскресных дня в продолжении трех седмиц седмиц это неделя называется а неделя тогда называлась последний день воскресенье не придет церковное собрание то клирик да будет извержен из клира то есть он уже не священник а мирянин да будет отлучен от общения то есть храм его не запускать не пришел и все дверь закрыта 3 вы включите это сегодня то храм это пустые будут ничего не будет у нас были такие люди вдруг его нету одной ну заболел позвонили не отвечает послали людей он лежит и смотрит милиционер один принял крещение все как надо сразу сделали замещание другого было пришли в шахматы товарищем играет предупредили он не понял обоих сразу отлучили все больше никогда у нас их не было так вы так людей теряете теряем на правил соблюдается правило то оно написано для спасения и все а где они ушли в мир ушли в мир и стали жениться без сроку без времени без счету дальше кавычки открыли это где написано шестой вселенский собор восьмидесятое правило себе маленько записывайте когда я говорю три воскресенья не был уже отлучена он ходит он отлучен на его уже в церкви нету если кто учит невозбранно пренебрегать дом божий то есть а ничего нету но я и дома помолюсь я же молюсь и и бывающие в нем собрание пренебрегает да будет подклятвая подклятвая означает проклят гангский собор 5 вот тебе и вся свобода то оптинский анатолий там другой говорю ты можешь исполнять не исполнять это осипов изгаляется там вот надо свободу дать вот эта свобода привела к революции к тому что был он как будто не видит он занос возит всех людей этот осипов профессор бритый в галстуке масон по всему по виду и еще что-то разбирает больше ты людей никто не перепортил может только дворкин чуждающихся одной церкви не принимать в другой если я тут не могу ходить там священник не нравится я пойду другую церковь кавычки открыты все входящие в церковь и слушающие священное писание но по некоторому уклонению от порядка не участвующие в молитве с народом или отвращающиеся от причащения святой евхаристии то есть я здесь не могу причащаться да будут от ученой церкви до то ли как исповедуются окажут плоды покаяния и будут просить прощения и таким образом могут получить оное да не будет же позволено иметь общение с от ученными от общения то есть нельзя не молиться ничего не сходиться в дома и молиться с находящимися вне общения церковного чуждающихся собраний одной церкви не принимайте в другой церкви а сегодня никто не спрашивает откуда пришел вот нам пришел один из старообрядцев мы его разузнали а кто он андрей ну андрей это мы узнали то а где он марков мы пошли к священнику старообрядческого поговорили он вот такой но мы ему рассказали все но у нас он не будет приняты он без не будет причащаться здесь а у нас то порядок такой жена узнала что ходит нам она никакая но она хорошая работница на стройке то она мигом оделась по нашему и стала ходить разрешается она не нигде не нарушает ничего почему он стал тут свататься к одной и она пришла и прямо ну такое хорошее скромное но вот мы ему отказали и наконец он перестал даже ходить отказали он подает заявление на крещение там а ему отказывает он работяга хороший но совсем никакой и он вернулся и направляем его обратно к старообрядцам да кто же так делает а наших людей сколько было которые познакомили мы со старообрядцами а нам понравилось благословили иди с богом там где есть священство да нет такой свободы нигде как у нас то нигде тут бы запомирал поп один кто ушел они его проклинают и чё только не делается если же кто из епископов или пресвятеров или диаконов или кто-либо из клиера окажется сообщающимся с от учеными от общения да будет и сам вне общения церковного как производящий замешательства в щине церковном антиохийский собор правило второе антиохийский второе вот его отлучили у нас было такое там целое гнездо мать дочери там племянники ходили щек 10 наверно многое было а там увлеклись некоторые католиком стали ска батюшка сказала пока про католика подать книги все прочитаете какое у нас есть тогда можете ходить узнать чтобы узнать кто не такие это но они стали бузить но тогда родным сказали вы за стол даже не молитесь с ними правило нарушается антиохийского собора второе то да х что это такое пришлось и их отлучить мы сразу около десяти человек потеряли ну а как правило то по-другому нельзя соблюдать он открою ворота правило вообще тогда много будет у тебя много так много то куда микробов много бацилл много мух много крыс мышей много ну а где они ничего изложенного в преданиях не презирать хвалю вас братья что вы все мое помните и держите предание так как я передал вам 1 коринфянам 11 2 итак братья стойте и держите предание которым вы научены или словом или посланием нашим 2 официально кисам 2 15 завещиваем же вам братья именем господа нашего иисуса христа удаляться от всякого брата поступающего бесчинно а не по преданию которые приняли от нас 2 официально кица 36 и вот эта тема церковная дисциплина окончена я сейчас в убеклищу и не две-три минуты а побольше может 45 пока я найду материал вчера материал интереса нашел там ну клеветники на нас говорят и осипов зарядить надо и игнатий лапкин осипов не говорит но они под него подгоняют я этот материал сейчас разрешу и буду события дня и в события дня включу вот представьте маленькая статейка московский комсомолец напечатал но небольшая там снимок поганый такой не снимок а рисунок то и 47 неточности ошибок умышленных искажений 47 но я подал в суд и они не вслушаются и процесс выиграли они заплатили и заплатили очень мало совсем никак если бы это был лужков или кто то речь бы шла на миллионы а так обыкновенные тысячи там и и все но они тут за артачились не платить а глава головной это управление москве московского комсомольца то миллионный тираж я взял написал прокурору москвы так и так выслал решение суда они его не выполняют и вдруг мне приходит ответ прокуратура вмешалась в десятикратном размере штраф с них если только не заплатят арест всего имущества и здания мгновенно мне пересчет сделали все ну то есть рабы они понимают только палку раб горит не научиться если останется без наказания так я отключаю